Всем привет! И мы продолжаем развинчивать самые распространенные мифы относительно Xeneras Warhammer 40.000. Миф 77. Эльдари все получили на блюдечке от старейших, а сами за 60 миллионов лет ничего не достигли и ни за что не боролись. У детей Иши далеко не сразу появилась величайшая после старейших империя. После того, как некроны скрылись в мирах-гробницах, перед Эльдари и их пантеоном стояла серьезная проблема в лице сил темных богов и варп-хищников, еще во время войны в небесах, обрушивавшихся как на старейших и созданных ими расы, так и на некронов. Подробности о ходе той борьбы неизвестны, однако очевидно, что она увенчалась успехом, поскольку ко времени грехопадения хаос для Эльдар стал чем-то из разряда старых легенд, как и некронтир. Эльдар загнали демонов обратно в их мир и сделали так, чтобы их собственные боги оставались в небесах и больше никогда не ходили среди своих детей. Позднее целые эльдарские поколения жили и умирали на звездолетах, дабы сотворить доминион таким, какими его знали Эльдари времен ближе к грехопадению. Миллионы их представителей умерли в некой войне с бесчисленными монкеями, чтобы даровать своим потомкам мирную жизнь. Однако, что именно это был за враг, неизвестно. Миф 78. В искусственных мирах сплошь монашеский образ жизни и целебат. Азуриане следуют философии путей, помогающей контролировать эмоции и не допустить скатывания в гедонизм. Однако она не подразумевает ни монашеский образ жизни, ни тем более целебат. В искусственных мирах есть праздники, а рацион питания их жителей весьма разнообразен. От различных фруктов и мяса с миров исшедших до вин множества сортов. И совсем не похож на монашеский. Более того, среди множества профессий, которые Азурианин может выбрать для освоения, существует путь куртизанки или любовницы, по которому, к примеру, ступала Еврейн, когда жила еще в Бьелтане. Даже на Лайтоке, известном своей фанатичной приверженностью философии пути, образ жизни совершенно невозможно назвать строго монашеским. Миф 79. Иниад – это демон, отпочковавшийся от Слоанэш, поскольку его аватара Инкарна схожа с отродьями той, что жаждет. Инкарна имеет андрогинный облик, подобно Слоанэш, ибо смерть принимает в свои объятия всех без разбора, независимо от возраста, пола или положения в обществе. А также из-за связи Иниада с той, что жаждет, выступающего ее немезидой. Иниад же – величайшее творение древних Эльдар, осознавшее себя практически сразу после грехопадения, благодаря частицам сущностей трех богинь из старого пантеона – Лилиад, Иши и Марайхек. Вот почему облик его материального воплощения имеет женственные черты. Миф восьмидесятый. Азуриане породили Слоанэш. Те Альдари, что покинули прогнившую изнутри Старую Империю на борту миров кораблей и стали потом известны как Азуриане, не имели никакого отношения к культом удовольствий, чья деятельность как раз и привела к рождению божества Хаоса. Тем не менее, некоторые упорно обвиняют в этом Светлых Эльдар, тогда как большую ответственность несут темные, Друкари, ведь именно их предки основали Камору. Связано это с тем, что в общественном сознании при упоминании Эльдар в первую очередь всплывает образ обитателя искусственных миров. Миф восемьдесят первый. Все Механикус сплошь аугментированы и почитают только машины. Количество аугметики у членов культа Механикус увеличивается по мере продвижения в чинах и должностях, однако некоторые его представители ограничивают количество имплантов и не особо стремятся к слиянию с машиной. Также существует особая каста послов Адептус Механикус «Латейские факторы». Они выглядят как обычные люди, у которых вся аугметика внутри тела и показывают свою принадлежность к культу Механикус одеяниями и иной атрибутикой. Например, иногда факторы вживляют себе под кожу электротатуировку с геральдическим зубчатым колесом, видимую, когда представитель данного ордена действует официально, но и исчезающую, когда необходима скрытность. Наконец, можно вспомнить таких примечательных личностей, как Аркхан Лэнд и Велизарий Коул, не стремившихся сплошь аугментировать себя внешне в ущерб человеческому облику. Последний, впрочем, спустя какое-то время после Ереси, пересмотрел свои взгляды, поскольку на настоящий момент он совершенно не похож на человека. Что касается почитания металла, то тут очень многое зависит от конкретного мира кузни и исповедуемого на ней течения религий. К примеру, магасы биологии и известная в секторе Калексида фракция органицистов ценят плоть много больше других своих коллег и ставят на равных с металлом. Также на просторах Калексидского сектора известны как минимум две секты Атептус Механикус, посвятивших себя изучению плоти. Первая известна как Гиппокразийская секта, состоящая преимущественно из магасов биологии и генеторов. Она изучает вопрос смертности и распада плоти, однако какова конечная цель их исследований, неизвестно никому, кроме них самих. Вторая – Карникула, представляющая собой горстку жрецов, отколовшихся от первой секты. В отличие от своих бывших соратников, члены Карникулы не столь плотно увлечены смертностью и угасанием плоти. Больше всего им интересно продление жизни с помощью различных искусственных биоконструкций. Они вступили в союз идей с течением органицистов и предпочитают аугментировать свои тела биологическими системами, что с точки зрения большей части культа механикус является неэффективным и безвкусным подходом. В чем-то даже оскорбляющим саму суть учений бога-машины. Однако ересью в строгом понимании этого слова плотская аугметика не является. Миф 82-й. Созданные в период 30-го тысячелетия Астартес генетически бессмертны. Как и сотворенные в последующие эпохи космические десантники, Астартес периода Великого Крестового Похода и Ереси Хоруса были смертны, однако благодаря защитным механизмам своих тел могли прожить не старее около тысячи лет или чуть больше. Однако, как в годы Ереси выяснил Хадхор Маат, это не могло длиться вечно. Рано или поздно защитные механизмы вышли бы из строя, и тело начало бы дряхлеть. В Легионе Састартес не знали этого, и бойцы считали себя бессмертными, ведь не было ни одного случая, умершего от старости десантника. Не считая тех легионеров-железных воинов, которых привело к одряхлению и скорой смерти воздействия энтропийного поля Хрудов. В качестве примера состарившегося естественным путем космического десантника стоит привести Сигизмунда, который из-за старости не был таким же великолепным бойцом, как в годы ВКП и Ереси. Только благодаря этому Абадон сумел убить его, и то в ходе дуэли получив раны, которые могли убить владыку Черного Легиона. Миф 83. Рост Титанов Империума и Хаоса составляет сотни метров. Титаны, чья высота насчитывает несколько сотен метров, встречаются достаточно редко в Беке. Такие упоминаются в настольной игре Эпик и в нескольких книгах Блэк Лайберри. В последнем из романов на тему «Император. Гнев Амнисии» фигурировал Титан класса Император, около 200 метров в высоту. Иногда встречаются Владыки Войны и Императоры высотой в 200-300 метров, но в основном рост экземпляров данных типов составляет от 30 до 45 у Владык Войны и от 45 до 100 у Императоров. Миф 84. Все губительные силы, за исключением Сланиш, появились благодаря деятельности людей, и потому без человечества Хаос сгинет. Как минимум, согласно Кодексу космодесанта Хаоса третьей редакции, часть богов появилась из-за деятельности человечества. Хорн в Бронзовом веке людей нургал во время средневековой эпидемии чумы, а Дзинч – в эпоху Возрождения. Далее в книге Дэна Абната «Легион» дебютирует Кабал – древняя организация, куда входили представители разных ксенораз. Они показали примархам Альфа-легионов два варианта будущего. В первом Хоррес побеждает и человечество спустя короткое время гибнет, что приводит к исчезновению Хаоса. Во втором же варианте Хоррес проигрывает, и наступает хорошо всем нам известный период 40-го тысячелетия. Именно из-за этого 20-й Легион сражался во время Ереси на стороне Легионов-Предателей, полагая, что таким образом приближает конец губительным силам. Подобная затея представляется крайне сомнительной, поскольку силы Хаоса были проблемой еще в период войны в небесах, то есть задолго до возникновения человечества. Более того, если верить словам Хорреса, сказанным им в тот момент, когда он ненадолго избавился от влияния сил Хаоса, губительные силы уже уничтожили много других вселенных до этой, что заставляет соуниваться в плане Кабала еще сильнее. Миф 85-й. Некроны не ржавеют. Один из самых распространенных мифов, связанных с некронами, гласит, что живой металл не ржавеет. Спешим разочаровать, но любой металл ржавеет. Даже так называемая нержавеющая сталь. Причина тому в агрессивной среде. Постоянное нахождение в воде, отравленный воздух и химические отходы влияют на состояние металла. Кто-то может воскликнуть, что у некронов совершенные технологии, а значит, оболочки некронов из живого металла попросту не подвержены коррозии. И снова вас ждет разочарование. Как и любая техника, техника некрон иногда ломается. Конечно, если условия стазиса были идеальными, то ничего подобного не произойдет. Однако редкий мир гробницы не пострадал от каких-нибудь природных катаклизмов или деятельности низших рас. В подобных случаях криогенные установки могут давать сбой, в результате чего за несчетные годы тела некронов портятся. Бывает, что некрополи располагаются на дне океанов, и после землетрясений потоки воды затапливают усыпальницы, что абсолютно не идет некроном на пользу. К тому же на некоторых планетах встречаются моря из аммиака, довольно едкого вещества. Все это подвергает структуру живого металла серьезным нагрузкам. Сюда также стоит добавить неисправности с самими оболочками некронов, поскольку далеко не везде для их саморемонта применяются наноскоробеи. Некоторые династии или миры используют иные технологии самовосстановления. А техника, как уже говорили, иногда подводит и результаты могут быть непредсказуемы. Для устранения ущерба требуется энергия, а у новопробужденных гробниц она всегда в дефиците. К тому же на обычных пехотинцев лордам и владыкам обычно плевать, а криптеки бывают заняты более важными занятиями. А иногда местным правителям из-за их безумия настолько безразлично окружение, что сами их дворцы и склепы портятся под гнетом времени, а криптеки опять же бездействуют, не получая распоряжения о соответствующих реставрационных работах. В бэкграунде зафиксирован не один случай ржавых некронов, а по факту они встречались на всем протяжении существования фракций. Даже в самих кодексах некронов пятой, восьмой, а теперь уже и девятой редакции в описаниях некронских воинов говорится о том, что их тела изъедены коррозией. Но наиболее примечателен в этом плане, наверное, роман Бена Каунтера «Мир механизм», где буквально на каждом шагу наблюдался упадок, а действие одной из сцен так и вовсе протекало в районе, заполненном ржавыми некронами, которые составляли на Барсиде чуть ли не сословия изгоев-мусорщиков. Некроны бомжи. Как тебе такое, Илон Маск? Миф восемьдесят шестой. Некроны не знают страха и боли. Насколько бы глупым это ни казалось, но некроны действительно испытывают страх и боль. Только несколько иначе, чем мы привыкли. Конечно, как таковой боли говорить не приходится, учитывая, что это машины. Боль у некронов лиже в голове. При определенных внешних раздражителях искусственные синапсы воспроизводят реакции, схожие с болью, недомоганием или усталостью. Например, если владыка получил серьезные повреждения, и его постоянно достают всякие аварийные предупреждения, то его может зашатать, как при головокружении, и именно так он и будет думать о своем состоянии. Если лорду оторвало конечность или его череп пробило, то его функциональные показатели резко падают, что расценивается как своеобразная агония. Использование некоторых артефактов или технологических чудес требует больших трат энергии, в результате чего некроны ощущают себя измотанными, что выражается в замедленной скорости реакции. Однако, по большей части на подобного рода эмуляции способны только представители высших сословий. При этом, что интересно, они могут отключать и включать их по желанию, дабы вновь почувствовать себя живыми. Кроме того, невыносимая жестокость биопереноса, помимо гнетущего ощущения пустоты, заключается еще и в том, что некронтир хоть и приобрели возможность противостоять немысливым нагрузкам, у них не появились новые реакции на прежние раздражители. Как следствие, разум дворян и вельмож, например, иногда навязчиво подсказывает им, что нужно дышать, но им приходится усилием подавлять кричащие инстинкты. Куда все проще на самом деле со страхом? Да, внешне некроны бессмертны и практически неубиваемые терминаторы. Но опять же, у каждого из них внутри засело сознание, переселенное из прежней бренной оболочки. Это вам не какой-то искусственный интеллект, которому в принципе чужды такие понятия, как боль и страх. Впрочем, ситуацию со страхом можно интерпретировать еще и следующим образом в дополнение к объяснению о прежде естественной природе некронов. Машинный разум некронского ученого просчитывает вероятные исходы некой катастрофы, и они могут ему совершенно не понравиться. Аристократическая прослойка может трястись над каким-нибудь сверхценным артефактом, потерять которое для них просто немыслимо. Ну и, конечно, некронов совсем не радует возможность того, что звездные боги могут вырваться на свободу и отомстить им. Самый известный пример боязливых некронов – это, конечно, рядовые войны, в кодексном описании которых прямо сказано, что прежде чем они исчезают во вспышке энергии, уничтожающей их, дабы чужакам не достались высокие технологии, они создают пронзительный электронный визг, который можно рассматривать как предсмертный вопль, полузабытую реакцию на приближение момента забвения. Более любопытные сведения появились позднее, в седьмой редакции. Как известно, орликинские теневицы умеют насылать галлюцинации, которые повергают врагов в ужас. Так вот, непосредственно в кодексе орликинов момент с некронами не разъяснялся. Оставалось неизвестным, проходит ли с ними такой трюк. По настольной игре было ясно, что Крейден действует. Непонятно было только, каким образом. Подробности раскрылись в руководстве по покраске орликинов, где говорилось, что теневица проникает в энграммы некронов и узнав, чего те боятся, многократно усиливают их величайшие страхи, насылая видение забытых ужасов древности. Но первооткрывателем некронских страхов можно считать Бена Каунтера. В его пятой книге про испевающих души, выкованной в преисподней, вышедшей в 2008 году, то есть за три года до смены концепции некронов в кодексе пятой редакции, автор переводит собственный взгляд на страхи некронов. Сорпидон, глава Ордена Испевающих Души и по совместительству старший библиарий, умел призывать мощную психосилу – ад, которая выпускала на волю потаенные страхи противников. Немного поразмыслив, он пришел к выводу, что некроны олицетворяют смерть. А чего боится смерть? Правильно, жизни. Отрывок из книги Бена Каунтера, выкованной в преисподней. Ад, наконец, с разверсией принял форму жизни, бесконечно кишачей жизни, развивающейся лавинообразно. Кругом вырастали знойные призрачные джунгли, сверкающие тысячами хищных взглядов. Всякую поверхность усеивали прожорливые микроорганизмы, в каждом углу омерзительными массами роились насекомые. Ползучие лозы создавали трещины в древнем камне-гробниц и опутывали ступни искусно произведенного некрона, расцветая и ледовая семена. Вылезающие из болотистой почвы скользкие лианы старались затянуть туда инопланетного правителя. У него была душа, или, по крайней мере, когда-то. Раньше оно было живым и до сих пор помнило, каково это. Оно сохраняло отдельные черты личности тех проклятых созданий, что превратились в некронов. Для закрепления ада этого было достаточно. Миф восемьдесят седьмой. Некроны не подвержены влиянию варпа. Увы и ах, но это не совсем так. Да, сами по себе эти бездушные автоматы не приносят удовольствия слугам хаоса. Некронов нельзя ни совратить, ни преобразить через мутации не даже по-настоящему убить. Их пустые металлические оболочки не дают пищи демонам, поскольку некроны не испытывают ни страха, ни эмоций, да и души их были съедены давным-давно. Когда в бою некронов выводят из строя, они телепортируются прочь, не оставляя для кхорна черепов. Их металлические тела целиком и полностью не восприимчивы к любой заразе, к большой досаде служителей дедушки Нухла. Величайшие чемпионы Слоанэш могут даже не пытаться соблазнить чем-либо некронов, поскольку у них нет базовых потребностей и желаний, и ими руководит одна только холодная логика. Но из всех богов хаоса, вероятно, именно дзинчу, меняющему пути, некроны приносят наибольшее разочарование. Обменяв свои души на вечную жизнь, они оборвали нити судьбы. Несчетные эры некроны не менялись и не изменятся за следующие миллионы лет. Как и все их творения, некроны не подвластны искажающему воздействию хаоса, мутациям и разложению. Их искусственное происхождение обеспечивает высокую сопротивляемость силам вюрдов и колдунов, а продвинутая технология нуль полей позволяет изгонять демонов и делать мощнейших псайкеров беспомощными. Интриги, что плетутся при дворах некронской знати, архитектору судеб предоставляются настоящим оскорблением, поскольку сценарии любых подобного рода махинаций фактически давно прописаны. До того чрезмерно верны некроны своему древнему кодексу поведения. Но, несмотря на все вышесказанное, все не так однозначно. Когда дело касается варпа. Некроны, конечно, неплохо сопротивляются порче и материума, но их технологии лишь очередная игрушка бытия для демонов, которую можно извратить. Так, например, Люций Вечный переродился в теле некрона, который одолел его в дуэли и испытал холодное чувство гордости, чего оказалось достаточно, чтобы проклятие мечника сработало. Разработанная Гвардией Смерти железная пагуба поражает оболочки некронов, хотя тут нужно сказать, что этот вирус составляют биомеханические бактериофаги, а некроны, как мы уже выяснили, не застрахованы от коррозии. В случае поражения некроном телепортироваться обычно некуда, поэтому приспешники кровавого бога вполне способны собрать жатву искусственных черепов и возложить к трону их покровителя. И, наконец, воины тысячи сыновей придумали заклинание, которое, пусть не преобразовывает металл некронов, но заставляет павших воинов неправильно собираться в виде нескладной груды деталей. Миф 88. Некроны не имеют душ. Вообще, тема души в бэке некрона всегда была неоднозначной. Хотя в большинстве источников утверждается, что некроны бездушны, в иных проскакивает, что их души заключены в оболочке из живого металла. Масло в огонь подливает такая же неопределенность тем, что Ктан, согласно одним текстам, съели души некронов, а по другим выпили лишь их духовную субстанцию или эссенцию, или жизненную энергию в процессе биопереноса. В короткой заметке в третьей редакции сказано, что на Марсе приносят жертвы дракону, и души отлетают в вард, чему рады демоны. Это, в свою очередь, свидетельствует в пользу того, что Ктан, скорее всего, не поглощает сами души, ведь в конце концов звездные боги принадлежат материальной вселенной и варпы мчужд. Хотя концепция души никогда точно не объяснялась авторами, на основе имеющихся данных складывается впечатление, что душа – это своего рода батарейка. А что есть у батарейки? Определенная емкость заряда, то есть души у некронов есть, но с нулевым зарядом, из-за чего они ощущают пустоту, и их то и дело называют бездушными. И потому же из-за их металлических жо… простите, оболочек вылезают всякие люции. В качестве примера созданий с нулевым зарядом отлично подходит Темный Ильдар, силы которых при жизни постепенно вытягивает та, что жаждет. Но пока они не умерли, и душа ей не отлетела, ее еще можно подзарядить, для чего друхари и устраивают зверские бойни. Новейший аргумент в пользу того, что у некронов все-таки есть какие-никакие души, появился в девятой редакции игры, а именно в буклете стартерного набора, где сказано, что Безмолвный Царь планирует отсечь Мотериум от Эмотериума, и в процессе умрут души всех существ, кроме собственной Продолжение следует.